Добрый вечер в эфире телеканал семьи программа диалог и сегодня мы поговорим о борьбе с коррупцией о том что такое коррупция какие изменения в законодательстве были внесены мы прекрасно все понимаем что с каждым днем работа по борьбе с коррупцией улучшается ведется вводятся какие-то новые понятия вводятся новые методы борьбы и пандемия показала что это острая необходимость в том что вот коррупция должна делиться по отраслям борьба с коррупцией делиться по отраслям вот об этом мы сегодня и поговорим гость студии руководитель управления превенцией департамента агентства республики казахстан по противодействию коррупции по восточно-казахстанской области ринат байсарыевич набиев ринат байсарыевич добрый вечер здравствуйте добрый вечер давайте в двух словах трактовка слова коррупции она изменилась нет что такое как был просто у многих жителей понятие о коррупции это дал взятку взял взятку то есть все а все что касается там остальных каких-то средств да это уже там либо халатность либо превышение полномочий хотя это все относится к коррупционным правонарушениям да как я понимаю да совершенно верно то есть понятие коррупции это не только дача либо получение взятки это в том числе же и хищение денежных средств бюджетных средств о том что вы сейчас сказали и превышение полномочий то есть понятие это обширные части того что как само понятие коррупция но не изменилось единственного законе о против действий коррупции указом главы государства были внесены изменения и дополнения в части закрепления персональной ответственности первых руководителей за коррупцию подчиненных так этого не было этого раньше не было это было поправки в были в ноябре прошлого года теперь помимо персональной ответственности первых руководителей за коррупцию подчиненных в законе о противодействии коррупции, есть статья, предусматривающая также дисциплинарную ответственность за непринятие мер по противодействию коррупции, то есть первыми руководителями государственных органов. Давайте подробнее. Персональная ответственность за своих подчиненных, что это значит? То есть, если кто-то из подчиненных был обвинен, обязательно нужны доказательства, суд, чтобы это дело было действительно доказано? Абсолютно верно. Это любое возбужденное уголовное дело по факту коррупции, оно в обязательном порядке есть свои процедуры, в последующем это дело направляется в суд, после того, как суд выносит процессуальное решение, в случае, если виновен, решение суда вступило в законную силу, после этого в отношении первого руководителя рассматривается ответственность за коррупцию подчиненного. Какая ответственность? То есть, если касается политических государственных служащих, то после вступления решения суда в законную силу, данные служащие должны подать в отставку. То, что касается административных государственных служащих, то рассматривается дисциплинарная ответственность за коррупцию подчиненных. То есть, здесь мы говорим о том, что первый руководитель несет ответственность за всю деятельность вверенного государственного органа. То есть, это и рациональное использование бюджетных средств, это достижение показателей и так далее, и так далее. И одним из вопросов это недопущение совершения коррупционных правонарушений среди подчиненных. Это нам дает что? То есть, соответственно, руководитель будет уже жестче, менее терпим, так скажем, и будет более ответственно относиться к подбору подчиненных и, соответственно, следить за их деятельностью? Да, то есть, здесь усиляется его ответственность. Соответственно, уже нужно будет принимать какие-то определенные меры, чтобы не допустить совершения коррупционных правонарушений среди работников. И, соответственно, он уже будет, в первую очередь, как первый руководитель заинтересован в том, чтобы в деятельности его государственного органа, в действиях его подчиненных не было коррупционных рисков, то есть, тех причин и условий, которые в дальнейшем могут способствовать совершению уже более тяжкого правонарушения. Ну, о тяжести мы поговорим чуть позже. А вот второе изменение, вы сказали, это тоже ответственность за непринятие мер по вопросу противодействия коррупции. То есть, если ты, как говорится, видел, но не сказал и не обратил на это внимание, вроде бы как и ты ни при чем, но ты знал, что это происходит, это тоже теперь меняется. Ну, здесь в норме данной статьи закона о противодействии коррупции, здесь мы говорим о том, что каждый первый руководитель должен принимать соответствующие меры по недопущению, либо по предотвращению каких-либо коррупционных правонарушений. Но это, оно не говорит о том, что он просто там раз в месяц должен проводить беседу с личным составом и постоянно об этом говорить. То есть, он должен принимать действенные меры. Почему мы говорим действенные меры? Сам закон о противодействии коррупции, он относительно молодой, и одним из таких действенных инструментов именно в вопросах противодействия коррупции является внутренний анализ коррупционных рисков. То есть, этот внутренний анализ коррупционных рисков, он проводится в деятельности каждого государственного органа, либо квази-государственного сектора. Соответственно, рабочая группа, которую определит первый руководитель, проводит анализ и выявляет те самые слабые места, это может быть наличие коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности. То есть это управление персоналом, это оказание государственных услуг, это реализация контрольно-надзорных функций, выдача разрешительных документов и так далее. И вторым блоком является это выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность этого госоргана. То есть в нормативно-правовых актах на сегодняшний день существуют коррупционные риски. Это и дискрепционные полномочия, это правовые пробелы. То есть когда в определенный момент отдельные государственные служащие могут воспользоваться этим правовым пробелом. И как сказать вам попроще, это как двойное толкование. То есть в зависимости от ситуации он может его излагать как выгодно ему, а в другой части, допустим... Опять же как выгодно ему, я понимаю, да. Да, то есть как бы этот анализ коррупционных рисков внутренний именно направлен на противодействие коррупции. Мы наблюдаем, что к этой работе руководители государственных органов и квази-государственного сектора относятся с каким-то формализмом. То есть коррупционные риски не выявлены, мы мониторим результаты этих анализов. И как таковых коррупционных рисков они не выявляют. Но при этом, когда уже непосредственно нашим департаментом проводится внешний анализ коррупционных рисков, то выявляется очень много коррупционных рисков. Можно вопрос такой, вот почему нельзя сделать, например, как вот в частном секторе у нас в бизнесе, во многих крупных организациях, крупных корпорациях ли, есть служба собственной безопасности или как служба обеспечения бизнеса, во многих она называется. То есть это те, кто как раз таки занимаются предотвращением, профилактикой каких-то коррупционных и не только рисков. Нельзя ли, допустим, в каждую квази-государственную или государственную структуру посадить человека, который был бы ответственен за конкретно вот этот отдел, допустим, или это управление, этот департамент. Он бы проводил профилактическую работу, он бы знал, что там происходит внутри. Ну, как эдакий комиссар, например, в Советском Союзе, замполит в армии или, проще говоря, особист, если так говорить. То есть этот человек обладал бы какими-то полномочиями, да, и уже побоялись бы люди брать, когда сидит у тебя в кабинете или там частенько наведывается к тебе гражданин, который может тебя по рукам надавать, и начальника, и тебя вместе отправить, ну, не будем говорить там на Колыму, да, но тем не менее лишить возможности работать в госорганах на всю жизнь. Такой проект вообще не разрабатывался или... Вы вот как отдельная структура существуете, вы даете советы, вы проводите анализ, да, но вас не боятся, как я понимаю, ну, немногие, а вот когда у тебя внутри в своей организации сидит такой человек, наверное, это было, ну, люди бы поваивались уже. Мне кажется, что страх здесь играет большую роль. Я не говорю страх за жизнь, страх потерять работу, страх, там, потерять доход, страх общественное лицо потерять просто даже, что на него будут пока спать, он говорит, ага, наворовал тут и ушел, значит. Ну, видите, здесь вопрос такой, если вот, как вы говорите, да, соответствующая служба, если говорить о правоохранительной системе, то в данной системе есть, это служба собственной безопасности. То, что касается местных исполнительных органов, а также территориальных подразделений, центральных государственных органов, но у них как таковой, учитывая территориальный разброс, они физически, как бы, это очень тяжело будет сделать, во-первых. Во-вторых, это, опять же, повлечет увеличение штата, это нагрузка на бюджет. Вот, как вы говорите, один человек, который должен за этим смотреть и так далее, вот закон о противодействии коррупции, измененные персональной ответственности первого руководителя, это вот будет тот человек, который должен будет за этим всем следить. Делегирование полномочий на руководителя. На руководителя. То есть, этот руководитель, он не только должен сидеть, как говорится, раздавать поручения и выполнять свои целевые индикаторы, как бы, да, но он должен и проводить соответствующую работу по недопущению совершения его подчиненными коррупционных правонарушениями. То есть, если ему доверили государственный орган, соответствующий бюджет и так далее, то он, как первый руководитель, должен за них отвечать. Ну, то есть, полкан с наганом или с дубинкой совершенно не обязательно. Ну, здесь, как бы, видите, вопрос, наверное, больше не то, что вот именно, чтобы у них страх был. Мы, в первую очередь, в первую очередь, это вот почему мы говорим сегодня о превенции коррупции, да, это предотвращение, недопущение, то есть, чтобы мы не боролись с последствиями, а могли упредить. Даже мысли не было у людей. Да, мы могли упредить, поэтому вот мы и говорим же на сегодняшний день это о добропорядочности. То есть, если государственный служащий, он порядочный, и он не боится принимать действенных решений, в части, да, в том же вопросе по противодействию коррупции, то, в принципе, он и не должен бояться того, что он завтра может, как бы, потерять лицо и так далее, потому что он эту работу делает. То есть, соответственно, здесь уже больше, наверное, вопрос к морали, калчности отдельных государственных служащих. И вот отсутствие, допустим, того же принципа добропорядочности. Знаете, мне кажется, здесь вот как не бейся, все равно, как говорится, в каждом стаде найдется, да, одна паршивая овца. Это человеческий фактор. Это даже в самом продвинутом государстве все равно встречаются случаи коррупции. Это, ну вот, никуда от этого не деться. Хоть их можно свести к абсолютному минимуму, но появляться рано или поздно они все равно будут. Цифровизация. Вот я сейчас очень много слышу, этот термин сейчас набирает обороты, потому что, опять же, пандемия показала, как у нас это работает, а точнее, как у нас не совсем это работает. И сейчас я вот слышал последние указания, чтобы форма государственных закупок полностью была цифровизирована. То есть, что человеческий фактор комиссии вообще никакой не должно быть, все выбирает только компьютер. Как вы считаете, вообще исключение человеческого фактора позволит ли сократить, ну, или предотвратить коррупционные риски в целом? Ну, то, что касается вопроса цифровизации, это очень действенная мера именно в вопросах снижения коррупционных рисков. Потому что непосредственно при контакте, к примеру, даже услугодателя с услугополучателем может возникнуть такой момент, когда будут договариваться. То есть, вот сокращение, минимизация вот этой физической дистанции между чиновниками и гражданами, оно положительно будет влиять. Это имеется в виду как раз-таки при получении каких-то услуг государственных. Да, то есть, это цифровизация. То есть, если на сегодняшний день, вот говоря о бытовой коррупции, то есть, у нас на сегодняшний день бытовая коррупция присутствует, допустим, при получении государственных услуг. У нас есть ряд государственных услуг, которые на сегодняшний день до сих пор оказываются исключительно в бумажном формате. То есть, вот здесь и возможно проявление бытовой коррупции. То есть, когда по принципу землячества или еще как-то, да, вот именно возникают такие… А, кстати, как я понимаю, прием на работу по знакомству, это тоже же, да, является частью… Ну, это одни являются конфликтом интересов, да. То есть, это когда личные интересы могут быть выше служебных. Но сегодня говоря, допустим, о той же цифровизации, то, в принципе, оцифровка тех же госуслуг и так далее, оно очень положительно влияет на снижение уровня бытовой коррупции. То есть, к примеру, если будет деятельность государственного органа или государственного служащего открыто, доступно и подконтрольно, то, в принципе, и не будет возможности совершать каких-либо противоправных действий. Вот, к примеру, почему на сегодняшний день во всех городах и районах мы открыли сервисные акиматы. То есть, это когда весь спектр основных государственных услуг… В одном помещении. Да, то есть, он сконцентрирован вот в этом сервисном акимате, он прозрачен, доступен, он и подотчетен, и созданы все условия для жителей. Да, не надо ходить по инстанциям, они все здесь в одном месте. И, соответственно, это дает очень положительный результат. Но то, что касается, допустим, Восточно-Казахстанской области у нас большая. Есть отдаленные сельские округа, селы и так далее. Там сейчас вопрос уже как бы решен, у нас уже практически во всех таких селах есть коннекшн-пойнты. То есть, это уголки самообслуживания. То есть, когда человек, не имея возможности в домашних условиях, может прийти в определенное место, там есть интернет, компьютер, он может получить все электронные государственные услуги в одном месте, те же справки и так далее. И не нужно будет, допустим, с села ехать в районный центр, в очередь и так далее. То есть, оцифровка это очень положительно влияет. Ну, я так понимаю, что перечень государственных услуг, постепенно переводящихся в цифровой формат, с каждым месяцем увеличивается. Потому что вот у меня буквально осенью, весной были представители ЦОНа, мы говорили как раз о госуслугах. И год назад они же были у меня на программе. И мы сравнивали просто вот за кадром перечень услуг, и он на 100, по-моему, единиц увеличился. И они сказали, что это продолжается работа. Есть, конечно, такие виды, где необходимо человек, чтобы лично приходил, потому что это незаконно, даже если его не будет присутствовать лично. Но, тем не менее, какие-то виды все равно переходят в цифровой формат. Да, ежегодно вопрос перевода процесса оказания государственных услуг в электронный формат, он из года в год усиляется. То есть, больше и больше государственных услуг оказывается уже в электронном формате. Помимо этого, к примеру, сейчас уже можно получить отдельные какие-то государственные услуги через мобильный телефон, через какие-то телеграм-боты и так далее. То есть, создаются все условия для граждан. То есть, это говорит о том, что уже не нужно вот это хождение, вот это личные встречи какие-то и так далее. Я вот вспоминаю просто 2008 год, когда у меня родился сын, и супруга была вынуждена сидеть с ним, и все справки для нее собирал я. То есть, мне нужно было идти в выплатной центр, мне нужно было идти в какие-то еще, в акимат, в садик, ставить на очередь, на работу справок кучу принести. Где ее присутствие не обязательно было, везде ходил я. Я три дня потратил на это все. Я ходил в ЦОН, подал на то, чтобы мы выдали свидетельство о рождении, потом мы с ней пришли, получили его. Буквально через несколько лет я узнаю, что оказывается в ЦОН, в роддомах присутствует представитель ЦОН, который, как только ребенок рождается, он все нужные справки документа оформляется прямо вот сразу с мамочкой, да, они онлайн, они ее регистрируют на сайте, они ее. И когда мама выписывается с ребенком, она уже на руки получает свидетельство о рождении и все сопутствующие документы. Это на самом деле очень здорово. Да, то есть в этом плане работа ведется хорошо, цифровизация, вот именно уровень цифровизации. Ну, отдельные какие-то вопросы, нюансы есть, но в принципе без этого никак. Но в любом случае, чем больше государственных услуг будут переведены в электронный формат, соответственно, если, допустим, все государственные услуги мы переведем в электронный формат, то мы в принципе можем сказать, что уже для бытовой коррупции нет места. А давайте вот опять про бытовую коррупцию несколько слов, вот именно о методах предотвращения и противодействия. Смотрите, ну вот одно время у нас говорили, что ну вот наши доблестные сотрудники полиции, дорожные полиции берут взятки, им подняли зарплату. Это не только у нас, в любой стране так. Вообще фактор вот этот поднятие заработной платы, чтобы не было желания взять какой-то минимум средств. Подняли штрафы, вроде бы как это как раз таки является коррупционным риском. Как вы считаете, вот какая из мер является более действенной? То есть усиление наказания или наоборот как-то вот поднятие заработной платы, это как раз таки та мера, которая позволяет задуматься человеку, что если меня возьмут вот сейчас, я ради вот этих каких-то копеек, я могу потерять место и больше не работать здесь. А зарплата в принципе хорошая, терять это место не хочется. Нет, ну абсолютно верно. Определяющим фактором именно в положительной части это будет повышение заработной платы любого государственного служащего или служащего квази-государственного сектора. Усиление ответственности, да, это тоже необходимая мера. Но я вам просто так скажу, вот если человек, вот его алчность, да, вот сколько бы он получал бы, не получал бы, всегда будет мало. То есть здесь все-таки мы опять же возвращаемся вот к этой честности, добропорядочности, вообще в целом порядочности и так далее. Но видите же, вот во время, говорите, пандемии, да, закуп товаров, работы, услуг, к примеру, нашим департаментам каждодневно ведется мониторинг посредством единого окна закупок. То есть это на этом портале мы видим все закупки и, соответственно, когда мы выявляем факты завышения за стоимость товаров, работы или услуг, то мы, соответственно, реагируем, вносим соответствующие рекомендации с постановкой вопроса о необходимости пересмотра. На сегодняшний день посредством вот этого единого окна закупок по Восточно-Казахстанской области у нас более 548 миллиардов тенге уже как бы сэкономлено, которые распределены. Надо сказать, что у нас рынок все-таки и спрос порождает предложение. То есть я уверен, что маски уже никогда не будут стоить столько, сколько они стоили, точно так же, как спирт, парацетамол и все остальное. Это уже невозможно будет просто сделать так, на мой взгляд. Потому что рынок, есть спрос, пожалуйста, мы будем вам продавать, но будем продавать дороже, потому что вы берете лучше. Вопрос такой, вот еще очень интересный фактор, узаканивание какой-то части коррупционных. Допустим, вот очень грамотно, мне кажется, сделали то, что вот если ты совершил какое-то правонарушение или там какое-то нарушение даже правил дорожного движения, тебе выписывается штраф. Штраф, допустим, да, но если ты оплатишь его в течение пяти дней, то сумма будет вдвое меньше. То есть, пожалуйста, ты можешь, тебя, да, штраф большой, но если ты оплатишь раньше, пожалуйста, да, доплата за ускорение процесса, вот допустим, да, это же тоже, по сути, ты не даешь человеку, ты платишь государству. Официально. Официально, да, то есть ты хочешь получить, допустим, эта справка делается в месяц, но тебе вот нужно сделать ее буквально, вот ты там уезжаешь, куда-то продаешь что-то, да, тебе нужно сделать ее в течение десяти дней. Сумма там в полтора, в два раза дороже, тебе ее сделают, за сроки ты доплачиваешь. Вот это, как я понимаю, не везде, да, вот это можно сделать, не везде это работает. Нет, ну, в первую очередь, вот если мы говорим сейчас вот о вот этих штрафах и так далее, если вот касательно правил дорожного движения, в административном кодексе раньше, вот именно в самом кодексе была вилка, когда, допустим, за допущенное какое-то административное правонарушение предусматривался штраф от сталькита до сталькита. То есть, во-первых, была возможность человеку, который имеет право на привлечение к административной ответственности виновного, он мог на свое усмотрение определять, какая это сумма. Это первое. А это уже коррупционный риск. Да, это уже являлся одним из таких коррупционных рисков. Второй момент, это когда было предупреждение или штраф. То есть, когда есть право выбора, то, соответственно, уже порождается коррупционный риск. И, соответственно, на сегодняшний день в административном кодексе подобные несоответствия, они уже устранены. То, что касается, да, если человек в течение 7 дней имеет возможность оплатить, то он платит только половину суммы. Но в любом случае... Это бонус, мне так кажется. Ну, конечно, да. То есть, здесь уже все-таки, видите, человек задумается. Смысл-то, допустим, сейчас отдавать, если, ну, условно говоря, такая же сумма, он может спокойно, сейчас же без проблем, онлайн, никуда не надо в банк ходить, стоять, онлайн оплатил. Это вот все говорит о том, что, как мы сейчас и говорили, о цифровизации. То есть, уже проводится оцифровка. Уже дорожный полицейский, практически, административный протокол заполняет уже на планшетах, как бы. Ну, то есть, вот эта вся процедура, она отстывается. В принципе, благодаря вот этой системе камер, мне кажется, их надобность вот уже сокращается. То есть, они патрулируют, да, они там где-то какие-то, что они лично видят. А вот там, ну, ты повернул мне туда, тебе тут же смс-ка приходит. Все, вам штраф за то, что вы повернули, не в том направлении. Как вы считаете, я вот сейчас по поводу воспитания общества, вот, нетолерантного к коррупции. Будут ли у нас, мы в прошлом году про это разговаривали, будут ли в нашем государстве внедрены какие-то уроки, я не знаю, честности, может быть. У нас, как классные часы-то, они есть. Но вот уроки, которые бы в школах, в садиках, то есть, это же нужно воспитывать с детства самому, да, что вот как пионеров раньше, да, вот честный там взяток не берет. У нас есть какие-то подвижки в этом направлении, когда вот, например, со школьной скамьи или с дошкольной скамьи детям внушают, что коррупция, что такое коррупция. В игровой форме где-то, да, сначала, потом уже более серьезно, потом проводятся круглые столы со старшеклассниками, да. Показывают примеры яркие какие-то, где вот человек у нас, допустим, работал, вот, все было хорошо, вот, пожалуйста, взял или там дал, или нарушил там что-то. И получается, что теперь он не работает, у него нет возможности вообще в госучреждениях работать. И получилось так. Про профилактику, да. Да, в части профилактики, это вот формирование антикоррупционной культуры в обществе. Здесь, конечно, с подрастающим поколением мы эту активную работу ведем. Да, какие-то коррективы сейчас вот эта пандемия внесла, но помимо этого, в любом случае, в средних учреждениях образования с 5 по 11 классы у нас есть проект Адалурпак, где непосредственно каждую неделю проводятся уроки добропорядочности. То есть это говорит для вот подрастающего поколения, поясняет, что такое плохо, что такое нельзя, вообще, что такое порядочность, честность и так далее. То, что касается высших учебных заведений, да, мы там тоже проводим научно-практические конференции с участием ректоров, студентов и так далее. Сейчас активно в онлайн-формате, да, записываются часы добропорядочности, и он транслируется по всей республике. Вот недавно был час добропорядочности Абая Кунанбая. Сейчас у нас по графику идут дальнейшие такие же часы добропорядочности, то есть они каждый месяц дополнительно будут проходить. Да, помимо этого есть проект Адалбалим, но Адалбалим, он больше уже направлен на высшие учебные заведения, на наших студентов. То есть вся идеологическая работа с подрастающим поколением проводится. Помимо этого, среди государственных служащих, среди нашего населения мы тоже постоянно проводим идеологическую работу. Сейчас очень активно мы культивируем принцип добропорядочности. А вот этот проект, который был, что если ты заявляешь о взятке, то ты получаешь какой-то процент от этой суммы. Это до сих пор работает? Да, поощрение до сих пор есть. Оно даже сейчас увеличилось. Мы постоянно говорим о том, что если кто-то из наших граждан столкнулся с коррупционными проявлениями, то есть с него вымогают взятку, либо подстрекают к даче взятки. Если он стал свидетелем будущего совершения коррупционного правонарушения, то он может обратиться в колл-центр агентства номер 1424. Соответственно, после проведения соответствующих мероприятий этот факт подтвердится, это решение суда вступит в законную силу. Соответственно, тот, кто сообщил о факте коррупции, он будет поощрен. Оно в зависимости от тяжести совершенного коррупционного правонарушения. Мы упомянули два проекта, но их явно не два, а их гораздо больше. У нас три минуты осталось буквально в двух словах. Можно еще пару проектов рассказать, какие есть? Ну, сегодня мы активно реализуем проект Сапал-Жол. Это когда мы осуществляем мониторинг совместно с филиалом качества дорожных активов. Это ремонтные работы наших дорог. Это давно пора делать, мне кажется. То есть мы выезжаем, у этого филиала есть своя лаборатория, то есть они берут пробы, отправляют в лабораторию, исследования делают. Если выявляются нарушения, соответственно, уже потом на имя заказчика и подрядчика направляются вот эти рекомендации о том, что нужно устранить. То есть мы с начала этого года уже осуществили 24 выезда. Помимо этого сейчас, так как мы свою деятельность ведем открыто, активно, показываем всегда в социальных сетях, на телевидении рассказываем о наших проектах. К нам уже через социальные сети были моменты, когда обращались жители, что на том или ином участке буквально год назад положено, асфальт провалился и так далее. Мы обязательно реагируем, выезжаем, смотрим, вносим соответствующие рекомендации, это потом устраняется. Дороги – это безопасность каждого из нас, неважно, ты в городе ездишь, за городом ли и так далее. Но сегодня я бы хотел вкратце еще сказать о том, что сейчас единое национальное тестирование проходит. До этого было, а сейчас, вернее, дальше продолжается еще поступление в магистратуру. Там тоже очень много моментов, уже более ста детей. Есть проект в Крыму. Да, и более ста детей, это адалбленный проект, недопущенный, так как проносили запрещенные предметы, сотовые телефоны, шпаргалки и так далее. Поэтому я думаю, здесь все-таки в первую очередь нашим учащимся, студентам нужно задуматься, что нужно полагаться на свои силы, а не на вот таким методом сдавать. Ну, в целом, я думаю, если какие-то даже дополнительные вопросы будут, в принципе, мы открыты в социальных сетях и можно к нам обратиться. Спасибо вам большое за то, что согласились прийти, поделиться информацией. Ну, мы все прекрасно видим, что с каждым годом у нас борьба с коррупцией, профилактикой, противодействие коррупции усиливается. Громкие очень дела, да, вот на достаточно высоких чиновников, там вплоть до министерства доходит. Это, видно, говорит о деятельности, о работе вашего ведомства. Еще раз спасибо вам большое, что пришли в гости. Друзья, это была программа «Диалог». Увидеть вы нас можете не только на телеканале «Семей», но и на сайте www.semeetv.kz. Смотрите нас, оставайтесь вместе с нами. Увидимся в следующий понедельник. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин